Друзья, всем привет! Меня зовут Антон Яхименко. У нас сегодня будет не совсем обычный выпуск. Мы сегодня будем с вами разговаривать о лошадках Пржевальского, так как мы недавно их сняли на дрон. И сегодня в качестве эксперта мы хотим пригласить к нам сюда виртуально с помощью телефонного звонка Дениса Вишневского, который является заведующим научного отдела Чернобыльского биосферного заповедника. Достаточно крутой чувак. Я хочу, чтобы он нам помог сегодня и рассказал несколько очень важных интересных историй про этих лошадок, как они появились в Чернобыльской зоне, как они себя чувствуют, ну и прочую информацию, которую я хочу сегодня также вам преподнести. Поэтому не переключайтесь, оставайтесь, пожалуйста, с нами. Обязательно поставьте палец вверх, обязательно поставьте колокольчик, чтобы не пропустить наши новые ролики. Ну, соответственно погнали. Сейчас будем звонить Денису. Алло. Алло, Денис, привет. Добрый день. Антон беспокоит. Очень приятно. Привет, да. Денис, хотелось бы, чтобы ты нам немножко поведал о том, что такое лошади Пржевальского, каким образом они появились в Чернобыльской зоне отчуждения, и какой за ним сейчас вообще уход, за этими лошадками, какие у них перспективы развития себя, как биосферного вида. И, собственно, вот хотелось бы тебя услышать, чтобы ты нам рассказал небольшую историю про это. Ну, лошадь Пржевальского – это в реакторном смысле символ нашего заповедника, то есть она уже как-то очень плотно ассоциируется с зоной отчуждения, вот мы с заповедником в том числе. Появилась она тут в 1928 году, то есть 23 года назад, и завезли за Скайни Молу. Было несколько, скажем так, таких траншей, то есть завезли их около 30 голов, в общем-то они стали основателями вот этой группировки лошадей, которая сейчас по центру специалистов насчитывает там 120-140 голов с ума. Вот. Ну, лошадь Пржевальского достаточно часто видит, то есть отружники и посетитель зона отчуждения, когда часто переезжают мост через Уш, слева на Черевачи, их можно увидеть, или иногда даже в ближней зоне ЧАЭС, то есть там вот между Копачами и Черномискатом и Маликостанком, они тоже ходят. Кроме того, ну, скажем так, это не просто желатно, когда визитер останавливается, смотрит на Уши Пржевальского, он практически смотрит в прошлое земли, потому что когда-то, когда в предыдущей исторической эпохе дикие лошади и многие копытные там зубы и так далее, они были составной частью нашего ландшафта, нашего региона, и они этот ландшафт формировали, потому что они активно воздействуют на растительность и формировали такие степные, полустепные там, поляна в лесах, вот эти ландшафты. Вот. Лошадь Пржевальского открыл российский подчерестник Пржевальский, который мы его и назвали. Вот. Но это в 19 веке было, но уже в 20 веке эту лошадь перестали отмечать вот в варианте ее исторического обитания, там, Монголия, Китай, вот это регион центральной Азии. И только благодаря тому, что несколько лошадей поймали в начале 20 века и привезли их в Европу, где, в общем-то, этот вид и в полневоле и сохранился, или в неволе, скажем так. Вот. Однако, это важно, ведь не может бесконечно долго существовать в зоопарках, или там какого-то полувольерного содержания все-таки. Вид должен исчезать на воле, то есть должно быть воздействие, там, этих внешних факторов отбора. Должно быть вот это скрещивание свободное. Тогда вид действительно может исчезать долго. Ну, сейчас лошадки себя чувствуют достаточно хорошо, как я понял. Ну, да, вы видите разницу. Ну, в смысле, 30 в начале, 120-140 сейчас. Это однозначно прирост. Более того, визуально мы видим, что они выглядят хорошо. Каждый год дают жеребат, почти в каждом стадии мы отмечаем. Вот. Но надо сказать, что для того времени это, в неком смысле, революционный проект, потому что вот в начале 21 века, вот с самого азиатского региона, Китай, Казахстан, Монголия, там, отчасти Российская Федерация, начали программы выпуска лошадей в природе, а у нас уже, ну, скажем так, мы лишь наблюдали. В свободном состоянии. И человек, когда видит лошадей, он фактически смотрит, вот в то далекое прошлое, когда действительно там стадо этих лошадей носились. Сейчас мы видим только лошадь домашняя. Вот. Ну, что можно сказать? Ну, как с ними работают соблюдники заповедника? Лошадный отдел проводит их там учет, проводит сколько родилось, сколько умерло лошадей. Скажем так, учет павших животных считать трудно, потому что животное может умереть где-то там далеко в кустах, ты его не найдешь. Вот, только по балансу нужно оценить. Вот, там, служба, там... Кроме того, в заповеднике специалисты так или иначе сопровождали этих лошадей, то есть размещают подкормку, соль, сено, зимовеники, вот. То есть лошади находятся у нас под контролем. Десять лет назад лошади перешли границу Украины. Ну, это понятие условное для животных, потому что там никаких физических барьеров нет. Попали в Беларусь, то есть в порядке в заповедник государственный. Беларусь включает зоны. И там уже размножились, я честно не скажу, что цифры, но достаточно внушительная цифра, тех уж тех, которых они считают своими, которые показывают в балансе заповедника. И, более того, они перешли репу и, в общем-то, вернулись с левого берега, уже зашли, уже вторично они вернулись к нам из Беларуси. Мы фиксируем их на левом берегу. Вот. Поэтому, ну, пока я вижу, что лошади у нас размножаются, захватывают все новые, новые, там, территории. Вот. С одной стороны, это хорошо. С другой стороны, ну, конечно, там, в каком-то будущем нам не избежать каких-то конфликтов, когда лошади начнут выходить, как уже один раз было в детятке, скажем так, в населенную часть. И там уже надо что-то будет решать их, как это, отлавливать, там, в зоопарке или куда-то еще. Ну, и вкратце, надо сказать, что я себя представляю, потому что в основном видят все стада животных, стада лошадей, да, одиночек ведет очень редко. Что такое стадо? Это самец, это его гарем, самки и подрастающее поколение. Вот. Мы долгое время думали, что они друг друга просто, ну, скажем так, ненавидят. Что каждое стадо имеет свою индивидуальную территорию, потому что мы видим, что они имеют, это часто видим стада отдельно. Но в какой-то момент начали замечать, что у некоторых стад идет пересечение территории, а вот буквально в этом году отмечали, что животные достаточно, два стада могут постись фактически рядом, даже смешиваться. Вот. Ну, это интересное, скажем так, явление. Они вполне терпимо относятся к своим сородичам. Возможно, просто родственники, близкие из одного стада, стали основателями другого стада. Как это происходит? Просто самцов изгоняют молодых из стада. Вот. Они некоторое время ведут самостоятельный образ жизни. Потом, вот, могут пытаться отбить или везти шамку из другого стада. И тем самым вот эта пара начинает становиться, скажем так, рабочайником вот этого нового стада. Вот. Ну, и одиночки тоже есть. Есть там и молодые животные, и старые животные, которые уходят. Они тоже начинают, например, самцы тоже держаться компанией. Вот. Что еще интересного, то, что они активно используют искусственные объекты. То есть лошади пользуются брошенными фермами. Они в них заходят, ночуют там или там спасаются от неблагоприятных погодных условий. То есть ветер, дождь, мокрый снег. Вот. Они их спокойно пережидают в фермах. То есть мы ставили фотоловушки, видели, как они заходят, выходят и так далее. Врагов здесь у них немного. То есть на стадо волк никогда не нападет. Потому что он себе дороже, а не универсочная. Слаженная групповая оборона. Хотя стая волков вполне может атаковать, ну, например, там, старую одинокую лошадь, которая находится вне стада. А такие тоже есть, да, на территорию зоны сейчас? Ну, это жизнь. То есть старые животные уходят. Ну, то есть мы ездили со специалистами изыскания нового. Они покажут, вы смотрите, говорят, стоит три самца. Вот. Один из них старый, два молодых. Ну, просто одних уже изгнали из стада. То есть они молодые. Вторую там изгнали или ушел из стада, потому что старые. Такие тоже есть. Там и одиночного лошадь мы тоже там встречали. Там возле одного села, там, в сумме отпался такой он, на новых роман. В общем, ну, нормальное состояние. То есть у лошади достаточно пластичная вот такая социальная организация. То есть есть тогда, есть то, что бывают идиады, когда пара лошадей. Есть эти однополые группировки самцов там, где даже самок. Так что весь набор. Скажи просто, Денис, а как вообще лошадки себя чувствуют в условиях радиоактивного загрязнения Чернобыль, сказано, отчуждения? Ну, поскольку они его не видят и не чувствуют, кстати, такие люди, если бы не газиметру, то, я думаю, психологического воздействия нет. А само радиоактивное загрязнение, ну, сейчас не те уровни, которые вызывали там, скажем так, однозначно негативные эффекты, ну, воздействия. Для животных, скорее, большую проблему представляют, там, например, там, такой залповый снегопад, как, например, был в 19-м году. Или весные пожары, как в 20-м году. Кстати, когда были весные пожары, лошади вот из качагов, они просто ушли. И мы видели крупное стадоходило вокруг станции, несколько стадоходили возле Чернобыля, то есть кто-то ушел там на запад, кто-то южнее. Ну, потом, когда пожары закончились в конце апреля, а уже в середине мая пошло такое активное на месте пожарищ возобновление, направление в протестательности лошади, скажем так, наоборот. Интенсивно пошли по этим пепелищам, если так выразиться, местам пожаров. То есть многие видели, кто ездил на Чернобыль-2, это стадо лошадей, которая ходила в этом сожженном лесу, но там было очень много сочной крови, вот от того, что, ну, пожар, это угроза не перспективы подобрения почвы. Они садились все, там, вназанное перед золой черной, но выглядели вполне себе довольные жизнью. Я понял. Ну, то есть сейчас они себя чувствуют достаточно хорошо, и даже пожары, можно сказать, на них никак негативно не повлияли? Ну, животное, лошадь — это крупное животное. Как все крупные животные, пожар очень мало отразился. Почему? Потому что животное, на чем не то, что огонь, даже вот начало пожара, задымление — это уже такой, как это, негативный сигнальный фактор, животное этого избегает. Скажи, пожалуйста, по будущему развитию есть какие-то программы научные, кроме как установка фотоловушек? Ведутся ли какие-то научные деятельности еще с лошадками? Нет, ну, с лошадками у нас, собственно, мониторинг. Мы пока не планируем никакие, скажем так, особенные учреждения. То есть идутся мониторинг, их считают, оценивают их привязанность к пространству. Паразитологи собирают биологический материал, смотрят, какие они живут паразиты, вот, и как они взяли на паразитофауну, что они распространяют, так что... Ну, если подведя итог, то можно сказать, что лошадки чувствуют себя хорошо, им фактически ничего не угрожает сейчас в Чернобыльской зоне. Ну, мы не видим факторов, которые могли бы, скажем так, там, снизить по голове наших лошадей. Я понял. Вот, угроз. Спасибо большое, Денис. Большое тебе спасибо, что уделил нам время. Я надеюсь, что мы с тобой в скором времени увидимся уже в Чернобыльской зоне отчуждения. Спасибо тебе. Спасибо. Жду вас. До свидания. Пока. Ребята, большое спасибо за просмотр нашего видео. Я надеюсь, что новый формат вам зашел. В скором времени мы будем приглашать гостей уже в реальную жизнь, соответственно, чтобы вам было более интересно слушать такие интервью. Обязательно поставьте, пожалуйста, лайк этому видео, потому что это будет лучшей мотивацией для того, чтобы мы делали дальше такой же контент. Ну и, соответственно, поставьте также колокольчик, чтобы не пропустить обновления на нашем канале. Всем спасибо за просмотр. Увидимся. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok